В личном деле бойца Николая Степановича Занкина значится, что на момент совершения боевого подвига солдату был всего 21 год. Он родился и вырос в селе Кенди Чалковского района, получил специальность механика в Кемлянском совхозтехникуме, а в самом начале 1941 года их семья переехала жить в Благовещенск. Оттуда бойца призвали в армию, сначала в артиллерийское училище, а следом и на фронт. Командир пулеметного взвода достойно сражался, дважды был ранен, получил медаль за отвагу. Товарищ Занкин в период тяжелых оборонительных боев, это уже в Эстонии, 20-23 апреля 1944 года, командуя взводом, отбил три атаки противника численности до 40 человек каждая, а взвод это 15-20 человек наших было. Лично товарищ Занкин уничтожил одного офицера немецкого и четырех немецких солдат. В начале 1945 года Николай Занкин воевал уже на территории Польши и тот самый Орден Красной Звезды, который в ноябре минувшего года пытался вывезти в Китай, задержанная на границе Амурчанка, уроженец Мордовии получил уже в звании старшего лейтенанта. Благодаря умелому командованию взводом он обеспечил стремительное преследование противника и не дал ему закрепиться на промежуточных рубежах. Только в одном бою за город Лаутенбург он со своим взводом уничтожил до 20 немецких солдат. Ближайших родственников героя не нашли. Известно, что в 2002 году жена Николая Занкина уехала жить на Украину. Орден, отлитый из серебра, с личным серийным номером. По решению суда передан на хранение в администрацию президента. В масштабах страны это не единичный случай. Награды теряются и их находят даже на территории Мордовии. На село Акшино на огороде копали картошку и нашли орден славы третьей степени. Оказалось, что это принадлежало человеку, фронтовику, который жил в соседнем селевном Макшине. И он мог пробегать там, мог пахать огород. И после войны фронтовики носили ордена награды. Мог потерять где-то там. В Игнатовском районе Валерий Михайлович Качимайкин тоже где-то во дворе нашел орден славы третьей степени. Потом, когда мы выяснили, оказалось, что это его дедушке награда. В настоящее время сотрудники Мемориального музея продолжают искать родственников Василия Григорьевича Мазова, чтобы вернуть им медаль за отвагу. Алена Маскалева, Павел Толобаев. Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова